Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказал. Не знаю, как сказать. Учитывая Росцен. Это все бесполезно. Народное мнение. Здравствуйте, все верно. В прямом эфире начинается передача «Народное мнение». У микрофона Владимир Сметанин. Как обычно, приглашаю вас к разговору на заданную тему, которую чуть позже озвучим. Передача продлится до 12.45. Номер нашего прямого эфира – 211-101. Номер для сообщений, как и смс, как и сообщений в мессенджерах – 8909-720-101. Ну и прямо сейчас в прямом эфире нас можно слышать не только на частоте 101-0, но и на сайте echokirova.ru, а также в нашем телеграм-канале. Итак, накануне Дня города в Рио губернатора нашего региона Александр Соколов поднял нам больную для областного центра тему. Это тему «Грязи на улицах». Вот что он тогда написал. Цитирую. «Неубранные закоулки, разрушенные тротуары или их отсутствие и очень много грязи. Областной столицей нужно заниматься, тем более, когда на носу большой юбилей. Имеется в виду 650-летие Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году. Вообще, надо сказать, что проблема грязи традиционно обостряется у нас в начале зимы, когда дороги и тротуары начинают обрабатывать противогололедными материалами. И в конце холодного периода, весной, когда почва размокается, и мы видим настоящие грязевые потоки и целые моря грязи в низких местах. Эта картина сопровождает и нас и в теплое время года, да. Достаточно пройти крупному дождю и во многих местах города, причем как на периферии, так и в центре, ну, просто не пройти. И самой подходящей обувью становится пара сапог. Я уж не говорю о частном секторе и местах, где ведутся строительство или земляные работы. Почему из года в год ситуация не меняется? Как сделать город чище? Я уж не заикаюсь, наверное, про наведение идеального порядка. С кого спрашивать? Кого привлекать к ответственности? Или, может быть, использовать новые методы? Например, привлекать к уборке городских территорий всех желающих, причем за определенную плату. Такой опыт в нашей стране уже есть. Или, может быть, стоит пересматривать вообще те принципы строительства, обустройства клумб, тротуаров, дорог. Ок, давайте говорить на эту непростую тему. 211-101, прямой эфир, 8-909-720-101-0. Или, не знаю, может быть, вы вообще не считаете наш город грязным. Кстати, в ходе нашего опроса, проведенного по традиции совместно с газетой «Источек новостей», мы услышали несколько мнений, когда кировчане высказываются о том, что они не видят проблемы. Не грязный у нас город, чистый. Ну, есть места проблемные, но в целом ситуация неплохая. И мы сейчас услышим в том числе эти ответы. Послушаем аудиоверсию этого опроса. А видеоверсию вы можете прямо сейчас посмотреть в сообществе нашей радиостанции ВКонтакте, а также в группе ВКонтакте газеты «Источник новостей». Там можно смотреть, а прямо сейчас послушаем 4 минуты то, что отвечали жители нашего города на тему уборки. Считают ли они наш город грязным? Какие методы стоит использовать, возможно, новые или проверенные, хорошо когда-то используемые, но забытые почему-то? Давайте услышим прямо сейчас это все. Народное мнение Грязным или чистым считаете у нас город? Ну, это в зависимости от сезона года. Ну, вот летом почище, весной вообще грязных бывает. А что нужно предпринять, чтобы ситуация изменилась? Потому что мы же из года в год жалуемся на то, что грязь, грязь кругом. Я даже не знаю. Киров, на ваш взгляд, чистый, грязный? Ну, мне кажется, он нормальный. Нормальный? Да, да. То есть видели похуже? Да, у нас хуже. Мы вообще в Пермском крае, мы ехали из Перми. А в вашем родном городе, кстати, как прибираешься? Хорошо, плохо? Ну, не очень хорошо. Не очень? Да. Тоже люди жалуются? Да, люди жалуются. Рио губернатора у нас новый, да, Соколов, он проработав месяц, сказал, что в городе очень грязно, ужасно грязно. Ну, может, он так и ходил, улицы смотрел. Ну, вот я живу на Кяпстане, прекрасно. Вас устраивает вполне? Нормально. А как вот кардинально эту проблему решить? Дворников, значит, надо. Дворники работали, да. Дворников, как можно больше дворников. Да. Они жалуются на низкую зарплату. Низкую зарплату, значит, надо добавлять каким-то образом. А вот вы сами лично готовы выносить какой-то вклад в то, чтобы было в городе чисто? Я за собой прибираю и за другими хожу прибираю. Я хочу сказать такое. Очень много сидят у нас. Но есть, которые вот... В смысле, осужденные? Осужденные. И дают, допустим, там, на несколько, на 6 месяцев. Почему бы их не привлечь этому? Да. И чтобы они отрабатывали. Чистый город. Чистый город? Мы с хорошей стороны все видим. Нет, серьезно, где вот грязный? Я сижу, мне чистый. Ну, с того, нецотеком, просто хочется жаловаться. Ну, в принципе, ухоженный город. Ухоженный? Раньше было хуже. Есть люди, которые сами выбрасывают мусор, а потом на кого-то пеняют, что город грязный. И за собой-то, посмотрите, надо начинать с себя. А вот, например, если бы людям предложили, ну, в качестве добровольца, например, раз в неделю заплату выходить и убирать какой-то определенный... Я за. Я за. Вы пошли бы? Я пошла. Потому что, знаете, если бы были люди иногородние, может быть, они бы были и против. А я за то, что родилась здесь, я бы скидила. Грязно, чисто в Кирове. Как оцениваете? Вот то, что на улицах видите? Среднее. Среднее? Да. Но есть одна проблема, что между домами всегда люди не убираются. Там, например, улица, ямка, везде. У меня так, например, я уже живу здесь 10 лет. На улице Лена, это почти в центр этого города, да. Ну, там это дежурный набор. Но мне так это стыдно, что когда я хожу на улицу, у меня есть машина. И постоянно ямки, и так это мокрые на улице даже. Грязь вот здесь вот сюда. Грязь, да. И когда я спрашиваю, например, я говорю, кто должен это? Говорят, это между домами должны, они так сами собираются. Сами жители тут должны быть, это субботники. Ну, я не знаю, это люди, они так у них без разницы. А как думаете, возможно ли навести чистоту-то в городе? А как? Что предпринимать? Да потому что я сам это жил, например, в Некип. На Кипре? Да, на Кипре. У нас, да, и ходит такой штраф, например, когда люди в мусоре так на улице, или, например, или так это, я не знаю, покрасит на стену. Сразу есть камера, поймут человек и платят штраф. Что делать? Из года в год мы жалуемся на то, что грязно, не убрано, не прибрано. Как мне кажется, вовремя вывозить мусор, ну и побольше урона, да и больше ничего не надо брать. Грязно? Как исправить? Из года в год жалуемся на это. Ну, как исправить? Наверное, власти должны снова ввести. Что ввести? Дворников вручную, потому что машины, которые маленькие работают, они только разгоняют мусор по углам. А может быть, людям платить, искать желающих? Хотите подзаработать, как в Питере у нас было зимой? Вот тысячу платим за то, что вы поработаете день, например. Ну, да, это хорошая идея. Поддерживает. Я вижу, что вроде что-то работает, убирает песок, но это не приносит никакого результата, потому что это в основном в центре. Я хожу всегда в белых кроссовках, а вчера вернулась из Питера, я кроссовки там ни разу не мыла. А в Кирове сегодня пришла, и уже все. Наш новый руководитель региона прожил тут месяц и сказал, что в Кирове ужасно, грязно. Опять и любой руководитель это скажется. Потом через год его послушать, что он скажет. Я 70 лет с лишним живым, все время так. Любой руководитель будет говорить, за крышу снег, тут сосульки, падаться, валиться. Ну, а все-таки, как порядок-то навести в городе? Возможно это? Ну, если бы я знал, я бы в этом доме работал. Вы тоже имеете возможность прямо сейчас высказаться по поводу внешнего облика областного центра 211-101, номер прямого эфира. Звоните, пишите на 8-909-720-101-0. Считаете ли вы наш город грязным или, в общем-то, вас все устраивает? Если грязно, то что делать для того, чтобы справиться с этой проблемой, которая преследует нас из года в год и так уже очень много лет? Вот лично я на протяжении последних недель наблюдаю активно, на мой взгляд, только лишь одну вот эту благоустроительную работу в плане кошения травы в городе. У нас кошение в этом году началось пораньше, чем обычно, что связано с дождями, с такой нежаркой погодой. И вот эти косильщики ежедневно попадаются мне по пути, когда я иду на работу, и с работы где-то примерно час-полтора ежедневно я провожу в пути, и меня удивляет. Почему другое-то ничего не делается? Ну или я, по крайней мере, этого не вижу. И вся эта скошенная трава оказывается на пешеходных дорожках, и потом высыхает и превращается в мусор, и все это опять-таки разносится ветром. И меня напрягают вот эти скопища земли, песка, которые остались, видимо, после зимы. Нам администрация говорит, что в первую очередь кидает свои силы на то, чтобы убрать то, что у нас скопилось за зиму, вот так называемая прилотковая часть проезжих дорог. Но очень много мест где-то все продолжает лежать и благополучно скапливаться. 211-101, номер 8909-720-101, но для ваших смс, а также сообщений в мессенджерах, вайбер и ватсап. С экологом Григорием Поскребышевым хочу я сейчас пообщаться на тему городской чистоты. Григорий, приветствую вас. Добрый день. Алло, Григорий. Добрый день. Да, мы разговариваем сегодня на тему чистоты или не чистоты, городской. Вы, Григорий, согласны у нас с руководителем области, что город ужасно грязный. Я имею в виду в первую очередь песок, грязь, те лужи, огромные моря грязные, которые после дождей у нас летом остаются. Ну вот говорим о сегодняшней ситуации в начале лета, в первой половине лета. Ну, я не совсем согласен с этим тезисом, вот именно, что город наш грязный, в смысле экологических каких-то проблем. Но то, что он не прибран, не ухожен, не обустроен, не благоустроен, конечно, да, это сто процентов. Например, по воздуху мы занимаем чуть ближе к чистому, чем к средним позициям по всем регионам, да, по рейтингу чистоты воздуха. По качеству воздуха, по частоте мы тут, да, мы тут не самые последние, да, где-то ближе к положительным. Основная проблема, это, наверное, передвижные источники, то есть транспорт, 60-70% валового загрязнения приходится именно на них. И я бы еще отметил пыль, летняя пыль. Сейчас у нас начнутся пылевые бури, как всегда, в конце июня, ну, даже до начала августа, наверное. И все аллергики, все люди, которые, ну, в общем, все люди будут страдать от этого, в том числе с заболеванием глаз особенно. Откуда пыль, Григорий, так и хочется спросить. Ну, естественно, это высохшая земля, да. Владимирс, дорог, пыль, дорожная пыль. Представляете, вот мы зимой у нас кидают эту песчано-солевую смесь, и потом все это скапливается, кое-как убирается. Значит, город, к сожалению, закатывается в асфальт. То есть эко-газонов вроде бы немало, но, видимо, недостаточно. Напомните, что такое эко-газон. Смотрите, если у вас площадь закатана в асфальт, в воде некуда идти. Земля, она так губка, если по-простому. Она впитывает воду, забирает избыток, и луж практически не образуется. Ну, или в низинах только. А если у вас, например, плитка идет с дырками, по-простому если, то часть избыточной влаги у вас просто будет забираться водой. Без всяких подушек, там, из твердого материала. Например, песчаная просто подушка кладется, и вот. Поэтому это, может быть, по-другому выглядит, иначе немножко, чем сейчас. Может быть, это не так ровно, как мы привыкли, но давайте не будем на скейте ездить, а будем просто ходить в красивые чистые обуви и по-сухому эко-газону, например. Ну, или просто по газону ровненькому. Вот. Что касается воздуха. Я считаю, что недостаточно и недостаточно эффективна работа Росгидромета Кировского, потому что их задача – это осуществление как раз мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в Кирове. Станций мало, работа с населением ведется плохо, информации недостаточно. Их данные по метеосводкам, если честно говоря, особо никому не нужны. В основном, мне вот, например, интересно, как гражданину, от них получать информацию о состоянии воздуха. Это первое. Да, было бы здорово, если бы еще нам прогнозировали, где полевые бури будут, упомянутые уже, да. Спасибо, Владимир. Видите, какие мы с вами придумали? Отличные идеи для Росгидромета. Будет чем заняться, а не только зарплату получать. Что касается рек. У нас проблема огромная. У нас с малыми реками городскими. У рек должна быть нормальная, полноценная пойма. Пойма – это некий бушер, который поддерживает уровень русла. И там определенные процессы идут для водозабора, для поглощения влаги и атмосферы, в том числе. У нас все застроено. У нас реки становятся, как в Москве, каналами, к сожалению. И это проблема. Но если вы хотите использовать пойму реки, пожалуйста, сделайте там эти же, не знаю, мне не нравится название, ленточный пас, да просто парк, сад. То есть какие-то квази-природные образования. Это намного лучше и правильнее с точки зрения экологии по эксплуатации территории. Что касается мусора, ну, мусорный оператор у нас работает, на мой взгляд, на мой взгляд, частный, неэффективно. Программа направления, точнее, касаемо работы с населением и РСО, я считаю, провальные. Если бы не частный бизнес, не общественники, ничего бы не было. И даже общественники, которым они отстегивают деньги, неплохие, кстати, деньги, да, даже они открещиваются от мусорного оператора. Поэтому их работы, я считаю, неудовлетворительны. И эти два направления, сколько тысяч рублей, сотен тысяч рублей этим специалистам, кривдо, специалистам не платите, ничего не поменяется, пока кадровая политика не изменится. Что касается воздуха, также трафик. Трафик у нас слишком большой транспортный. И основное валовое загрязнение как раз идет из-за большого количества автомобилей в узких колеях на дорогах. Надо разгружать. Что может разгрузить? Альтернативные виды транспорта, какие-то льготы или, например, привилегии в центре для электромобиля, для гибридов, для малолитражек. То есть, чтобы люди в центре живущие пересаживались на маленькие машинки, а не ездили на крузаках. Потому что зачем это нужно? Дизель, это довольно грязно. Ну как это? Солидный человек у нас, да не на крузаке. Ну что вы, Григорий, крамольная какая-то идея. Солидный человек, покажи пример своим гражданам, детям своим, детям, детям, братьям, сестрам. Покажи пример, что я не чурай сесть на маленькую машинку, велосипед, и позаботился о своем городе, о своем дворе. Не сохранил место, не поставил свой огромный крузер на газон, а припарковался рядом, где-нибудь там, во дворике, и не занял три с половиной места. Вот. Также биологическое загрязнение. У нас город, это общественный туалет. У нас нет системы общественных туалетов ни для животных, ни для людей. Нет, к сожалению. Поэтому ходят все, что люди, что собачки, куда попало. К сожалению, зеленые в этом году не успели сделать круглый стол по этому направлению в городе. Ну, может быть, точнее в том году, может быть, в этом сделают, ближе к осени. Затем, что касается водных источников, грунтовых вод. Я считаю, что город порайонно или в зависимости от заселенности, территорий должен иметь несколько источников водоснабжения. В том числе я выступаю за Кировский, за протяжку резервного водовода. Чем больше различных источников водоснабжения города, тем для нас лучше. И последнее, последнее, очень важное тезис. В Кирове нет городского эколога. Точнее, есть. Я общался с этой женщиной, прекрасный человек, но у нее нет функционала исполнять именно то, что должен делать эколог. Соответственно, как минимум, собирать всю эту информацию, анализировать и курировать эти все программы, направления, о которых мы с вами говорим. Так вот, я предлагаю, не надо создавать ни департаменты, ни фонды экологического. Все, что сделают чиновники, это крайне неэффективно. Создайте НКО или уже есть НКО. Например, Александр Штин считаю эффективным. Он был и чиновником, он сейчас НКОшник. Он знает и бизнес, и все необходимые инстанции, и как нужно работать. И пусть человек занимается экологией города. Это будет эффективно, это будет некоммерческое направление, это будет, может быть, частично бюджетное, частично внебюджетное финансирование. Но будет человек, который отвечает за экологию города. Вот у меня такая позиция. Ну так, Григорий, да, мы так основательно, глобально подошли к теме и воду, и воздух, и грязь, все затронули. Но все-таки к теме грязи хочу приземлить, да, и вернуться. Основные моменты, которые нужно предусматривать в городском пространстве. Вот мы там начали говорить о георешетках, да, в том числе, про открытую почву. Я знаю, что специалисты советуют как можно меньше в городе делать открытых участков земли. Так ведь это, да? То есть с применением тоже георешетки, с хорошими ухоженными газонами. Не попало чем-то там произрастающим, да, на этих территориях, которые мы называем почему-то газонами. Я не понимаю, почему газоны называют городская администрация. Да, да, ухоженная, хорошая сортовая трава с регулярным вниманием к ней, с определенным уровнем расположения, да. Хотел бы еще отметить, у нас семь холмов, город стоит на семи холмах. У нас не предусмотрена логистика городская, ну вот расположение районов и транспортной инфраструктуры между этими холмами. То есть что должно быть на холмах? То есть, проще говоря, на холмах не должно быть территории закрыты под асфальт, чтобы это все скатывалось вне холмов. То есть это все предусматривается частично на стадии строения самого пространства, частично в период реконструкции. То есть надо и аэрографию предусматривать, плюс ливневки, конечно же, надо восстановить, ливневую канализацию. И, по-моему, природоохранная прокуратура после года эколога, в 2007-2017, они даже спорили с городом по этому поводу. И что-то даже получилось отстоять, насколько я помню. То есть ливневка может быть использование иной технологии или смежной какой-то технологии, потому что зимой мы не катались на машинах, в прямом смысле не катались, как на коньках. И, конечно же, учет территории со всеми ее особенностями. Рельеф, может быть, растительность и так далее. Вот я считаю, три этих фактора очень важные. Да, Григорий, пора подытожить. В общем, бесполезно бороться с последствиями, да, можно на это потратить все силы и бороться с ними десятилетиями и веками. В общем, нужно искать причину, причину, откуда появляется грязь. И устранять ее. Спасибо большое, Григорий Поскребовшев. Эколог был с нами на связи. Это программа «Народное мнение» 211-101. Вы тоже можете дозвониться в прямой эфир и высказаться. Считаете ли вы наш город грязным, или вас все устраивает, и какие методы стоит использовать для того, чтобы справиться, в конце концов, с этой проблемой. Я понимаю, что задача очень сложная, и практически все крупные российские города сейчас озадачены в той или иной степени. Этой проблемой даже есть целые научные исследования. Я нашел на ней очень интересный материал. Примерно пять лет назад в Тюмени, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Челябинске и других крупных российских мегаполисах ученые Российской Академии Наук прям собирали городскую пыль всеми возможными способами и выясняли, откуда вообще она берется. Выводы там получились очень любопытные. Ну, во-первых, это земля, высохшая земля с дворовых территорий, которая в том числе на колесах автомобилей выносится в городское пространство. Во-вторых, это промышленные предприятия, естественно. В-третьих, это клумбы, газоны, которые неправильно устроены, которые находятся выше уровня проезжей части или выше уровня тротуара. И, соответственно, при каждом ливне эти все грязевые потоки стекают на ту часть, где мы ходим или ездим. Плюс выбросы, выхлоп автомобилей, транспорта и так далее. Ну, вот основные источники грязи, я думаю, что сейчас назвал. Алло, добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Петр. Так, Петр, скажите, вы замечаете грязь в городе? Вас это беспокоит, раздражает? Или вы считаете, что у нас с этим все хорошо, и город можно считать чистым вполне себе? Так, ну, знаете, во-первых, на грязь я прямо сейчас смотрю. Так, вы прямо по улице где-то, да, идете? Да, вот только завернул в двор, я вижу ямы, грязь, слякоть. Ну? Так что да, грязь у нас трудно не заметить. Даже в центре города. Ну, что с этим делать? Или вас устраивает такая ситуация? Да я не думаю, что она вообще кого бы то ни было устраивает, во-первых. Ну, у нас есть городские службы, да, есть, которые общую территорию убирают? Да, у нас есть городские службы. Так. Они просто что, должны работать лучше, да? Ну, они должны для начала вообще работать хотя бы. Хоть как-то. То есть вы не видите, да, сейчас, чтобы они ответственно подходили к своим должностным обязанностям? Ну, вот, например, я хожу постоянно на работу, ну, улица Дериндяева. Я там не замечал городских служб ни разу. Ну, как многие жители города у нас говорят, что у нас спецтехника в основном крутится вокруг административных зданий, да? Перекресток Карла Марка-Саваровского и театральная площадь. Ну, вот часто можно такое мнение услышать. Так. Что еще видите? Во-первых, я не вижу бордуров, которые у нас ограждают вот зеленые зоны от непосредственно, ну, тротуарных дорожек, приходных дорожек. А вот, Петр, есть в том же Питере, вернее, не есть, а был предыдущей зимой опыт, когда к людям обращались власти местные и сказали, если вы хотите помочь в благоустройстве, в уборке города, вы можете выходить, мы вам будем платить по тысяче рублей в день. И там какое-то удивительное количество добровольцев сразу же откликнулось. Две с лишним тысячи человек, и люди взяли лопаты и вручную убирали этот снег с улиц северной столицы. Может быть, у нас метод такой попробовать в городе? Какую-то определенную часть городского бюджета выделить, направить ее на эти цели, сказать людям, вот, если вы хотите определенный участок убирать, выходите, пожалуйста, мы вам заплатим. Вы пошли в качестве такой бы подработки? Или не ваше дело, опять же, вы скажете, это городские службы должны заниматься? Да нет, дело-то может быть и мое, но, простите, я буду ходить на работу, потом я буду убирать улицу, а когда я буду, собственно, спать? Ну да, время для этого может не остаться. В общем, я так понимаю, что вы склоняетесь все-таки в сторону, следующую, бороться с этими явлениями все-таки должны люди, которые получают за это зарплату, да? Да, профессиональным благоустройством тротуаров, уборкой своевременной. Ясно, Петр, спасибо. Спасибо. Часть народного мнения, безусловно, такая важная, прозвучавшая в нашем эфире. 211-101, прямой эфир, номер для СМС 8909-720-101-0. Мы продолжаем, можете дозваниваться. И еще несколько слов хочу процитировать. Человека приезжего, я имею в виду временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области. Напоминаю, что 10 мая он приступил к своим обязанностям, то есть полтора месяца, вот уже чуть больше. С точки зрения дорожного полотна, сказал Соколов на совещании в облправительстве, наверное, не самая плохая ситуация у нас в городе. Люди в Кирове больше жалуются на благоустройство. Дорогу сделали, но ее надо содержать. Тротуар положили, грязь тоже надо убирать периодически, а лучше сделать так, чтобы грязь не текла. Город в ужасающем состоянии с точки зрения грязи, просто в ужасающем, отметил Александр Валентинович. У нас в основном люди, у нас люди в основном ходят пешком, ходят они по тротуарам. Люди на своей обуви ощущают все близко к сердцу, нежели выбоины на дорогах. Тротуары более важная часть, даже чем дорожное полотно. Я думаю, что пешеходы согласны с этой точкой зрения. Еще один специалист у нас на связи, Андрей Воробьев, эксперт в сфере ЖКХ, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт». Андрей, приветствую вас в нашем эфире. Добрый день. Андрей, не будем скрывать, что накануне в телефонном разговоре мы беседовали на эту тему, и Андрей сказал, что опыт-то ведь есть, уже все изобретено, и об этом много раз писали, и пишут, и говорят, что... и суть в том заключается, что вообще надо иначе подходить к организации городского пространства. Так, да? В том числе надо менять правила внешнего благоустройства муниципального образования города Киров. Так. А можно взять... вот то, что есть у нас, это 30% от того, что есть в тех городах, в тех муниципальных образованиях, где в целом ситуация намного лучше. То есть, просто возьмите, посмотрите, правила внешнего благоустройства Калининграда, Казани. Что-то есть в правилах благоустройства Екатеринбурга. Там просто целые главы, целые разделы, которые нам надо как бы перенимать. Там есть требования к проектированию, к эксплуатации, к содержанию и так далее. У нас требований нет вообще. Ну, вот давайте приведем какой-то конкретный пример. Как должно быть. Конкретный какой-то пример, да, вот то, что есть. Да. Как сделать так, чтобы грязь не попадала с газона на тротуар или с газона на дорогу. То есть, есть конкретное решение. Тут надо поставить садовый борт, тут, например, надо поднять, чтобы бордюры с дороги были выше уровня земли и так далее и тому подобное. То есть, все эти решения, все есть. Даже можно взять вот просто схему активистов, которые рисовали на урбан-форуме в 2019 году, который они проходили по Пасхе. В Кирове проходил, да. По Ленина, да, который в Кирове проходил. И просто вот эти все решения, предложения активистов, но просто взять и в правила внедрить. То есть, изучить опыт, успешный опыт, аналогичный городок по численности населения. И принять решение именно депутатам Кировской городской думы. Потому что это решение принимают именно депутаты Кировской городской думы. Обращаться нужно непосредственно к ним, как к представительным органам. Как к законодательным органам, да, власти местной. Что касается дворов, эксперты сходятся во мнении, что дворы неблагоустроенные. Дворы, где не хватает цивилизованных, обустроенных мест для парковки транспорта, они становятся источником грязи. То есть, человек, приезжая домой, особенно в сырую погоду, весной, когда тает снег, он оставляет машину на определенном месте, потом уезжает и эту грязь всю выносит наружу. Я попрошу сейчас Андрея побыть с нами все-таки еще на телефонной связи. У нас сейчас будет небольшая реклама. Вопрос задам по поводу дворов после рекламы. Договорились, Андрей? Да, да. Да, да, да. После рекламы через минутку продолжим. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Продолжаем выяснять, от чего же грязно так в Кирове и как мы можем справиться с этой проблемой. Андрей Воробьев, эксперт в серии ЖКХ, руководитель автономной и некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт» на телефонной связи. Андрей, мы слышим друг друга, да? Да. Да, так вот, по поводу дворов. Ну, это явление очень распространенное для нашего города. Когда люди, как попало и в лужи, и в грязь оставляют автомобили, потом выезжают, это все разбрасывают на проезжую часть. Эти комки грязи, сырой или не очень сырой. Вообще, вот в этом отношении надо уделять больше внимания на благоустройство дорогих территорий, как думаете? Я думаю, определенно. И в первую очередь администрация города Кирова должна показать своей работой пример этому. Например, есть придомовые территории, которые не имеют границ, не поставлены на кадастровый учет. Соответственно, земельный участок под многоквартирным домом не принадлежит всем собственникам этого дома, а принадлежит муниципалитету, то есть городу. И в данном случае, как раз на таких придомовых территориях администрация может показать своими действиями, как надо делать, то есть на каких газонах, так называемых газонах, то есть нужно еще понимать, что такое газон. Это либо участок земли с каким-то покровом из травянистых растений, либо это просто земля с травой. То есть где можно стоять и где нельзя, и, соответственно, нужно внедрять систему штрафов на этих территориях, там, где это можно сделать. И, соответственно, наладить за этим контроль муниципальный. То есть наказывать автовладельцев, которые непосредственно оставляют свой транспорт на этих участках. Да, да. И, соответственно, как-то сделать так, чтобы было поменьше вот этой земли с травой. То есть не газонов, которые нормальные газоны, да, вот как это в анекдоте про газон. Почему в Англии такой красивый ухоженный газон? А секрет простой, надо просто каждый день в течение ста лет подстригать траву. И вот здесь надо просто определиться, нужны нам участки, придумывать территории с таким большим количеством земли и травы. Или их можно где-то засыпать гравием, где-то галикой, где-то древесной щепой. И сделать какие-то площадки, дорожки и так далее, чтобы было меньше земли. И даже если машина туда припаркуется, то, соответственно, эта земля на дорогу уже не уйдет. Эти все требования, это как раз правило внешнего благоустройства в муниципальном образовании города Киров. Все в руках депутатов городской думы, которая может рассмотреть все предложения, в том числе и с администрацией, которая, по сути, на месте исполняет эти решения. В общем, заново нужно перерабатывать этот документ и использовать тот опыт, те подходы, которые давным-давно уже существуют в других зарубежных городах, в том числе. Даже ничего придумывать не надо, даже зарубежный опыт. Просто взять и скопировать, не постесняться, да? А лучшую практику просто скопировать, не постесняться. Калининград, Казань, Екатеринбург, еще какие-то можно изучить. Опыт страны явно есть, особенно, я думаю, что в юго-западных каких-то регионах, там, в Санкт-Петербурге и так далее. Просто Ctrl-C, Ctrl-V и штрафовать тех, кто не исполняет. Да, ну и с другой стороны, да, собственно, да, внимательнее следить за соблюдением этих самых принятых норм и правил. И неотвратимость, в том числе, да, наказания, чтобы была тоже соблюдена. В том числе, еще ключевое соблюдать правила к дальнейшему проектированию. То есть, то, что делать сейчас, конечно, все взять и переделать, это может быть затратно и где-то не всегда целесообразно. Но к новым каким-то решениям, к новым там реконструкциям тротуаров, дорог и так далее, уже подходить именно с учетом обновленных требований. Спасибо, спасибо большое, Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт». Обсуждаем тему, почему так грязно в нашем городе, как справиться с этой проблемой, из-за чего из года в год ситуация не улучшается и какие подходы нужно использовать сейчас в 21 веке. 211-101, номер нашего прямого эфира, можете дозвониться, 8-909-720-101-0, номер для сообщений. Вот хочу вернуться ненадолго к теме, поднятой несколько минут назад. Я говорил о том, что примерно 5 лет тому назад группа ученых, серьезных ученых, занималась поиском происхождения пыли в крупных российских городах. И по результатам этой работы, которая длилась, если не ошибаюсь, больше одного года, специалисты составили список рекомендаций, которые можно применять в любом крупном российском городе. Ну, во-первых, засеивать газоны культурной травой, специальной травой и ухаживать, очень тщательно ухаживать за этими зелеными участками. Чистить и убирать дворы так же хорошо, как и улицы и общественные пространства. Бороться с перегруженностью городской среды автомобилями. Исключать стихийную парковку на зеленых зонах. Убирать грунт в специальные короба при проведении земляных работ. Вот тоже тема отдельная, больная, когда у нас активно раскопки в областном центре проводятся. Зачастую возникают эти горы земли, прошел дождь и все это размывается, истекает. А тут вот короба, собственно, предусмотрены уже. Уменьшать площадь открытого грунта. Восстанавливать нарушенные покрытия. Соблюдать технологию обработки улиц реагентами. Да-да, когда тот же Бионорд, те же вещества, которые призваны топить снег и лед, они не лежат долго, не превращаются в эту одну грязевую кашу соляную. А они полежали пару часов по технологии, если не ошибаюсь. Потом это надо все убирать. Еще один специалист с нами на связи Анна Клепикова, руководитель управляющей компании «Паритет». Анна, добрый день. Добрый день. Да, вот мы тут размышляем со слушателями, со специалистами, как сделать наш город чище. Вы замечаете, что в плане этого у нас не все, мягко говоря, хорошо, и надо действительно лучше заниматься уборкой города в целом, не каких-то отдельных территорий? Как думаете? Я думаю, что да, не все у нас хорошо. Основная причина, конечно, это использование песка зимой для посыпки тротуаров, с которой вот в весенний-летний период он весь оказывается на асфальте. Вот по опыту вашей управляющей компании у вас много сил уходит на то, чтобы потом этот песок убрать? Ну, мы... Или вы не используете? Мы не используем песок. Не используете? Там, где используем, у нас справляются дворники. Но у нас не такая большая территория придомовая, как вот у городской администрации, для того, чтобы все это убирать. Поэтому мы справляемся с этим. Вот. Также мы стараемся бордюры красить, хотя бы, чтобы, ну, немножко было повеселее, попривлекательнее придомовая территория. Столбы, деревья. Вот таким образом. А как у вас на, так сказать, вверенной вам территории в вашей управляющей компании обстоят дела с парковками для автомобилей? Ведь зачастую, если автомобиль стоит не на твердом покрытии, он вязнет в этой грязи, когда идут дожди, или когда тает снег весной, и потом выносит эту грязь на общую проезжую часть. Как у вас с этим обстоят дела? Решается как-то эта проблема или решена она? Ну, у нас практически она решена, потому что мы привозим щебень, либо у нас сами собственники очень активные договариваются между собой автомобилисты, заказывают. Мы помогаем в случае, если необходимо его разровнять или там утрамбовать. Вот, конечно, ну, таких территорий, ну, может быть, один дом, вот я, да, вот, пример могу привести, что там неорганизована парковка, где паркуются на земле. Давайте напомним автомобилистам, жителям, как можно цивилизованными, какими методами добиться того, чтобы все-таки это пространство для стоянки автомобилей было обустроено. Ну, вот, не знаю, там, по опыту моего двора я тоже достаточно озабочен этой проблемой, потому что двор находится в ужасном состоянии, но вот пока не получается. Существующих программ, я думаю, что очень недостаточно для того, чтобы в настоящее время жители могли обустроить свой двор. Какие у нас есть вообще сейчас механизмы? Механизмы, правильно, как вы сказали, есть программы, в которых можно участвовать. У нас сейчас их, ну, на данный момент формирование комфортной городской среды пока не принимают документы, но у нас оставилась программа поддержки местных инициатив и грантовые конкурсы администрации города Кирова. То есть в этих программах можно в том числе сделать парковку. Можно это сделать без участия в программе по решению общего собрания собственников, собраться, определиться, каким образом финансировать данные работы, будут ли в них все жители участвовать, либо только автолюбители, которые пользуются данной парковкой. Соответственно, все это надо делать совместно с управляющей компанией, так как нужно еще определить, чтобы там не было никаких сетей под тем местом, где жители собираются делать парковку, так как вот очень многие уже столкнулись с этим, что многие парковки были сделаны в охранной зоне тепловых сетей, и сейчас их приходится оттуда убирать. То есть все это надо обязательно согласовывать, чтобы никаких сетей не было. Да, ну в том случае, когда ни о какой программе, о соучастии в какой-либо программе и участии речи не идет, то полностью все финансовые затраты, они ляжут на плечи, лягут на плечи собственников, да, этих инициативных людей, которые решили обустроить парковку. Да, да. Насколько активно идет этот процесс по вашему опыту? Что автомобилисты действительно договариваются, либо расширяют территорию, либо какое-то покрытие специальное для нее предусматривают, да? Да, ну вот мы всегда в инициативах таких собственникам помогаем. То есть они могут, например, так скажем, скинуться на щебень, мы помогаем техникой. Да, выравнивание данной площадки там и так далее. Вы знаете, еще горожане в опросе указали на то, что они перестали практически видеть людей ручного труда, ручной уборки, дворников. У вас с ними как обстоят дела с этими кадрами? Ну, у нас с дворниками все хорошо. Проблемы такой у нас нет. Ну, мы давно уже управляем домами. На каждом доме есть постоянный дворник, который отвечает полностью за чистоту. Ну, председатели советов домов их очень активно контролируют. Все ли они делают так, как надо, всегда ли, вовремя. Там, где нет дворников, у нас создана бригада. Ну, на такой промежуток, например, дворник заболел, либо ушел в отпуск, либо уволился из чем-то другого. То есть у нас не остаются дома без уборки. А из кого бригада это состоит? Из добровольцев, из тех же жителей домов или из кого? Нет, нет, это такая профессиональная бригада дворников. Они, кстати, не только на нашу управляющую компанию работают, но и на многие другие. Поэтому они постоянно как бы в постоянной боевой готовности. В общем, если есть у людей желание обустроить хотя бы то пространство, в котором они непосредственно живут и находятся, территорию вокруг своего дома, чтобы она была чистой, убранной, все, собственно, возможности, на ваш взгляд, сейчас есть, да? При непосредственном контроле, опять-таки, со стороны жителей и управляющей компанией все это можно решить. Так? Верно я понял. Это решается и можно решить. Это то, что касается придомовых территорий. Придомовых территорий, да. Я уточню, мы не говорим о тех пространствах, которые находятся в ведении муниципалитета, местной власти, местной администрации. Спасибо. Благодарю вас, Анна Клепикова, руководитель управляющей компании «Паритет». Меж тем, время передачи «Народное мнение» подходит к концу. Тема, к которой, я думаю, придется возвращаться еще неоднократно в будущем. И все-таки хочется надеяться на то, что ситуация будет улучшаться в ближайшем будущем. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...